В детской библиотеке имени Пушкина продолжается реализация грантового проекта «Это твой город, это мой город». В его рамках прошла игровая познавательная программа «Спасите, помогите» или «Сам себе помощник». Сотрудники МЧС и ГИБДД рассказали юным читателям о самых важных правилах пожарной безопасности и дорожного движения, особенно актуальных в летнее время. Очень важно, наверное, сказать, говорить на эту тему летом, потому что лето ведь пора отпусков, и поэтому, конечно, стоит напомнить правила безопасного поведения, потому что как бы наши службы оперативно нам не помогали, самая лучшая помощь нам самим – это знать правила, вовремя их и правильно выполнять все, и тогда, может быть, и не случится ничего страшного, беда не случится. Во время мероприятия дети на специальных станциях поучаствовали в различных играх и командных выступлениях. Это помогло закрепить полученные знания и поделиться ими с друзьями. У нас будут работать три площадки. Каждая из них станет своеобразным тренингом, игровым тренингом каких-либо ситуаций в разной сфере, то есть безопасность в лесу, безопасность дома, безопасность на дороге. Маленькие гости библиотеки научились делать фильтр для воды из подручных материалов, узнали, как следует вести себя пешеходу в разных дорожных ситуациях и получили в подарок памятки с телефонами экстренных служб и советами для действия в опасных ситуациях. Интерактивная программа оказалась интересной и полезной и для самых юных участников, и для ребят постарше. Наверное, что я узнала нового, то что нельзя открывать окна при пожаре и двери на распашку, если это в квартире происходит. Надо, если пожар попал в квартиру, надо лучше идти на балкон, где он хорошо прикреплен, или в ванную, потому что там есть вода. Мы сегодня делали много заданий, решали квас, кроссворды, там еще лабиринт, где у белки пожар, и мы должны ее были вывести. И много интересного. Кому-то альбомы вы выдали, кому-то карандаши, а кому-то даже ручки. Мне очень даже понравилось. В рамках реализации проекта «Это твой город, это мой город» в детской библиотеке уже прошли встречи с православным священником, сотрудниками Департамента молодежи и спорта и представителями волонтерского движения. А на следующей неделе состоится игровая программа с участием сотрудников Департамента городского хозяйства. Анна Розуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.